всем большой привет добро пожаловать на мой канал сегодня как и обещала хочу с вами протестировать две подводки от ingot которая купила не так давно черную и такую цвета шампанского ну и также заодно протестировать скульптор корректор на лице немножко тонального крема и немножко подчеркнула брови но брови если честно то уже нуждаются в покраске вот и как раз его не хотела сделать но спешила чтобы был и дневной свет и лампа все здесь стоит а вот чтобы немножечко более-менее было как бы хоть чуть-чуть светло у меня есть вот такой вот обруч хочу его одеть чтобы волосы не мешали такой вот с ракушками покупала этим летом в магазине ccc по моему вкладывают такую магнитную палетку супер такой вот цвет могу вам показать здесь на телефоне поближе и получше красивый цвет серо-коричневый в принципе то что нужно кисточками пользуюсь холлу единственная кисточка которая меня расстроила немножко единственная кисточка ну я-то пользуюсь но тем не менее я не знаю почему все нормально сушу как бы вниз ворсом не знаю почему и начинают у нее видите кое-где вылазить волоски а так в принципе всеми а кистями которые у меня есть от хулу я сама довольна и очень даже я бы сказала а стоит кисточка не значит что происходит беру кисточку p20 от хула такую скошенную по моему очень классный цвет сразу вырисовывается скула ну вот так вот ну по моему неплохо как вы скажете кто пользуется нам пишите пожалуйста как ваше ваше ощущение и как нравится вам или не нравится пользоваться этим корректором ну в принципе первый за тест мне понравился мне понравился цвет довольно таки неплохой и скажу так не сильно заметно я бы сказала даже в телефоне камере больше видно чем например в жизни в общем нормально дальше пробуем подводки первая подводка это вот это вот номер 7 94 извиняюсь цвета шампанского вот здесь они такие заклеены закрыты и читала отзывы девочек писали что не нужно сразу же всю полностью открывать в принципе можно немножечко приоткрыть вот так вот и не оставлять ее открыты потому что может быстрее засыхать ну а вообще со временем нужно купить жидкость от инглот и дюралайн которая специально для смешивания разных теней текстур вот чтобы достичь такой какой-то кремовой текстуры и только не сюда не в саму подводку нужно капать а на кисточку кисточку немножко мочить и уже пользоваться непосредственно подводкой так беру кисть какую-то такую наверное не сильно большую хотя возьму наверное вот этот тоги сэйдж набирается шикарно закрываю прижимаю и пробуем нанести на глаз на глазу здесь ничего нету может быть капля тонального крема только нужно вроде как быстро с ней работать потому что она очень быстро засыхает ну в принципе первое впечатление такое пушуется классно пятен никаких не оставляет возможно нужно было все-таки взять мне и матовую как базовые как базу под тени я хотела я уже везде решила наносить и на верхнем веке и на нижнем ну пускай ладно в итоге вот что получается такой бронзовый цвет принципе неплохой как скажите сейчас нанесу на второй глаз и вернусь нанесла уже на второй глаз в принципе мне нравится еще сбегала за палеткой naked и палеткой поэзе потому что здесь есть вот этот вот оттенок серо-коричневый мне он очень нравится хочу уже захотелось мне что-то дальше нанести на эти тени так хочу что сказать тушевать надо очень быстро стараться очень очень быстренько потому что потом уже например здесь хотела больше растушевать но уже на этом глазу не получилось сильно растушевать как бы то есть быстренько если там наносите на подвижное веко либо же форму создаете то очень очень быстро нужно наносить потому что схватывается и в принципе слегка такая вот липкая но уже на пальцах ничего не остается вот я хочу нанести в уголки глаз короче пошла жара нанести в уголки глаз вот этот вот naked цвет шампанского такой светлый он просто немножко светлее чем этот получается немножко захожу на этот сам бежевый цвет чуть чуть дальше как бы его немножко усилить усилить и высветлить и придать такого более нежного оттенка ну и что и и теперь добавим на уголок чего-то темненького и растушуем возьму кисточку какую-то более плоскую возьму вот такую вот кисть и хочу нанести цвет наверно вот этот вот нанесем вот такой получается красивый оттенок вот и а на нижнее нужно было не наносить потому что немножко подчеркивает какие-то морщинки потому что а сам цвет сильно такой перламутровый сама подводка ну как база именно на подвижная века даже не выходя за края именно на подвижная века будет супер принципе для всех я бы сказала так так что можно смело вот так получилось с этим более таким рыжевато-коричневым цветом и все-таки немножечко еще нужно углубить и поэтому я той же кистью беру вот этот из поэза больше серо-коричневый такой цвет а немножечко на кисточку и чуть-чуть здесь нужно все-таки углубить немножко растушую пушистой кистью ну в принципе вот так вот получается и сейчас пробуем уже непосредственно черную подводку еще раз напоминаю 94 номер вот эта подводка была которая цвета шампанского вот а черный номер 77 черный цвет насыщенный берем кисть я наверное возьму вот такую вот маленькую кисточку и хочу просто ресничные край проработать не хочу сильно большую стрелку рисовать слушайте классно рисует конечно ладно пускай мы стрелка уже захотелось просто рисует конечно шикарно шикарно рисует и конечно с такой кисточкой вообще бомба так что возьмите на заметку такая манюсенькая кисточка идеальная стрелки получаются ну посмотрите сами можно прорисовать еще межресничные и вот здесь вот ладно гулять так гулять нарисую прям такую широкую стрелку посмотрим как сделала и стрелку вот так вот получилось принципе суперски рисует классно ну в общем если у нас сегодня за тест что-то меня понесло и я хочу на этом глазу сделать такую как растушеванную стрелку и прорисовать во внутреннем веке на водной линии чтобы уже удостовериться на сто процентов что там не печет потому что вроде как можно не рисовать и внутри века да на водной линии получилось вот так вот если прокрасить водную линию и снизу и сверху получается вот так сделала немножко стрелку не хочу уже бежать за черными тенями просто наверно уплотню каким-то вот темно таким бордово-коричневым цветом посмотрим что выйдет и уже накрасим тушью беру кисточку маленькую и беру такой вот оттенок бордово-коричневый немножко хочу просто здесь по стрелке углубить и растушим красим реснички у меня тушь эволайн хочу сразу сказать что когда будете смывать эту подводку то обязательно двухфазная смывкой потому что обычным гелем либо же с какой-то смывкой или мицеллярной водой вы ее не смыть так что обязательно какую-то двухфазную смылочку с маслом потому что она очень столько я там магазине когда пробовала там измазюкалась вся потом стояли у них там всякие ремоверы и они не смывали кроме двухфазной смывки а если еще на водной линии туда тем более для такой стрелы маловато ресниц нужно обязательно когда красите такие яркие глаза то обязательно наклеиваете какие-то реснички пучки потому что очень мало своих ресниц хочется больше ресницы тогда сделать хоть у нас два разных глаза но тем не менее хочется помаду какую-то нанести такой вот свой заканчивающийся нюд вот вивен сабо и 2 такой вот макияж на скорую руку хотя его сейчас конечно же смою все но что хочу сказать первую подводку которая цвета шампанского еще раз наносите на подвижное веко на максимум вот сюда вот не наносите под веко подчеркивает мимические какие-то морщинки мелкие потому что во первых она перламутровая нужно будет все таки купить попробовать матовую бежевую как базу под тени чтобы плотнее например если брать цвет какой-то яркий он будет тогда плотнее смотреться не будет прозрачным держится отлично вот ничего не отпечатывается в принципе вот быстро нужно очень с ней работать если растушевывать то очень очень быстро что касается черной подводки то в принципе я довольна насыщенный черный цвет здесь немножечко можно было тоньше сделать перебор но в принципе здесь если взять например вот такую вот кисточку очень очень такую маленькую и чтобы именно скос ее был очень тонкий то тогда можно вывести очень тонюсенькую стрелочку как ниточку вообще будет бомба здесь я нарисовала стрелку то есть обвела полностью весь глаз нарисовала стрелку очень быстро в принципе без каких-то проблем очень легко мягко рисует классно и во внутреннем веке тоже на водной линии нарисовала тоже ничего не отпечатывается единственный момент который чувствую что чтобы не попадала на ресницы потому что потом ресницы будут склеиваться так что аккуратно работаем этой подводкой так как я знала что я буду смывать поэтому я так быстренько на скорую руку вот ну чтобы вы реснички не задевали потому что они потом будут склеены будет тяжелее прокрасить их тушью либо же тушь прокрашивать до стрелки можно и так если вам будет так удобнее например краситься то есть пользоваться подводкой когда ресницы уже прокрашены что касается корректора в принципе цвет неплохой мне понравился такой серо-коричневый дает естественную тень вот на этом все надеюсь вам было интересно и полезно самое главное пишите в комментариях пользуетесь ли вы нравится вам не нравится чтобы может быть порекомендовали может какие-то подводки брали или же в например брали матовую именно как базу под тени и какой ваш отзыв обязательно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео и до новых встреч пока пока пока